Приветствую всех поклонников дрифтинга, с вами Александр Гриня-Гринчук и сегодня мы смотрим короткую версию квалификации пятого этапа формулы дрифт сезона 2019 и знаете что, началась вторая часть сезона и сейчас реально пилотам нужно расставлять приоритеты и действительно выдвигать свои амбиции и заявки на победителя этого сезона и что же у нас получается пока что в турнирной сетке Фредерик Асбул лидирует с 295 очками Оди Бакчиса отстает всего лишь на 3 очка Райан Терк отстает уже от Оди Бакчиса на 56 Форсберг на 59 и очень-очень плотная борьба в первой, даже я бы сказал, десятке квалификационный формат, как обычно каждый пилот едет свой заезд, ждет, когда проедут все пилоты остальные и едет еще разок тот, кто выше всех, естественно, побеждает с квалификацией 32 пилота и сетка будет сформирована именно по принципу верхний квалифицирующийся против нижнего квалифицирующегося и потихоньку, пока не встретятся 16 и 17 Формула Дрифт Раунд 5 Сиэтл разбита трасса на целых 6 секторов и вы видите, что после постановки есть длинная внешняя клипинг-зона, которая разделяется на 2 сектора на 1 и 2, после него есть вот этот желтый сектор с зоной Touch and Go после чего фиолетовый с внешней зоной 2 после этого зелененький с внутренним клипом 1 и оранжевый, шестой сектор с внутренним клипом 2 хочу напомнить, что внешняя зона это зона, в которую нужно заехать и держаться в ней до самого окончания то есть, грубо говоря, заполнить ее Touch and Go это элемент трассы, на который нужно подъехать в любую его часть и просто в нем обозначиться а внутренние клипы это место, куда нужно подъехать как можно ближе удивительная карта зон торможения потому что на постановке я удивлен не заметить точнее, не видеть зону торможения зоны торможения 3 у нас одна после спуска с бэнкинга, после внешней зоны 1 вторая на Outside Zone 2 и третья на внутреннем клипе 2 и это, конечно, зона, эта карта с зонами торможения сильно упрощает жизнь пилотам особенно в парных заездах, когда преследователю ну, нужно понимать, чего ожидать от своего лидера чтобы подобраться к нему как можно ближе и обезопасить себя от ударов нули получат за разворот, за opposite drift вы помните, если машина едет, ну, как бы боком только не в ту сторону, в которую заказывали и любой открытый элемент автомобиля будь то капот, двери, багажник или что угодно поэтому первым в квалификации едет самый низкий в настоящий момент по чемпионату пилот это Austin Mix и Austin Mix вроде как неплохо ездил раньше но сейчас он осваивает новую платформу и его первый квалификационный заезд уже он едет внутри слабый, слабый заезд и именно поэтому мы начинаем с самых первых участников здесь сложно что-либо сказать хорошего поэтому это 69 баллов что для формулы дрифт прям сильно мало вторым у нас едет Кевин Лоуренс и давайте посмотрим, может уже получится что-то получше слабенький разгон, раскачка, постановка и неплохо, неплохо под забором проезжает по этой самой первой здоровенной внешней клиппинг-зоне до зоны Touch and Go не достает внешняя клиппинг-зона пройдена внутренний клиппер сталкивает и медленный, медленный темп 76 очков всего лишь за это Кайл Моун единственная роторная тачка которая осталась в формуле дрифт и мы смотрим ее заезд и Кайл Моун ой-ой, как некрасиво вообще угла нет совершенно у Кайла Моуна что такое ощущение, что его стягивает вниз а он борется с этим нет совершенно угла зона Touch and Go не дотрагивается жуткая перекладка да, внешнюю клиппинг-зону проходит внутренний клип 1 прошел и медленно подползает к нему 2 не будет ли это 0 ой, 63 ужасно, ужасно хочу лучших заездов Дилан Хьюз и это чувак, который действительно может показать хороший результат но ему не прет весь сезон не прет постановка ручником и чуть-чуть притормаживается маленький угол но зато, как он хорошо к стене проходит спускается с банкингом так, зона Touch and Go есть внешняя клипинг-зона есть внутренний клип 1 проходит внутренний клип 2 с ручником небольшим но там разрешено притормаживать но это уже лучше оуу, 89 89 наконец-то дроны появились в Формуле Дрифт какая радость Федерико Шерифо на его бескомпрессорное Фиорелле и кстати, очень неплохой трек как для Феррари потому что здесь очень много работы весом и здесь Федерико ух ты, как Touch and Go проходит внешняя клипинг-зона тоже пройдена хорошо и клиперы собирает в общем, траектория неплохая но я думаю, по стилю будет занижение не слишком быстро хотя, по углу по углу самое большое занижение хотя нет траектория тоже так, смотрим еще раз что же хотят судьи Тейлор Халл еще один Кадиллак постановка и ну вот в каком-то там метре едет от стены что не слишком хорошо внешняя клипинг-зона судьи хотят чтобы ее заполнили зона Touch and Go дотронулся внешняя клипинг-зона пройдена внутренний клип есть и внутренний клип 2 пройден 83 ну вот траектория была 25 при том, что он не слишком хорошо достал может быть судья траектории в настоящий момент рассматривает как насколько стабильно под стенкой держится пилот а не насколько он спечатывается в стену Дэн Баркет очень неплохо но мне кажется рано спустился с внешки есть Touch and Go и внешняя зона 2 есть а далеко он проезжает от внутреннего клипера 1 и внутренний клипер 2 собран 79 траектория 22 всего лишь Мэтт Коффман агрессивный пилот и эта агрессия не всегда играет ему на руку но часто он показывает очень красивые заезды именно за это его любят но блин внешняя глибинзона далеко Touch and Go заскочил в нее ой как он хорошо с каким углом прошел Touch and Go 2 и вот уже вот уже я вижу что повышается скоростной режим 87 и это уже потихоньку подбираемся к клубу 90 но я думаю что мы первого 90 клубного увидим не скоро Дирк Стратон есть постановка подсказывает Джердана что это Corvette C6 но это мы и так видим корректировка есть Touch and Go есть внешняя клипинг зона 2 и внутрянки он вроде как собирает нет есть небольшая корректировка перед внутренним клипером 2 средний будет балл 87 то есть как бы вроде уже и быстро но в то же время чего-то не хватает Райан Литерал одна из немногих оставшихся в формуле дрифт 350z раскачка постановка без ручника корректировка под стеной но воу-воу-воу и неплохо проходит внешнюю клипинг зону одно колесо за пределами трассы на зоне Touch and Go но зато хорошо собирает внешнюю клипинг зону 2 клиперы в норме внутренние клиперы в норме 79 все-таки по углу получил за свои корректировки Travis Reader удивляет отсутствием электрички что действительно электричка все Travis Reader садится на ту тачку на которой он победил в классе Pro 2 в прошлом году и тут же уже показывает что вы знаете наверное еще время электрокаров не пришло я потестил пол сезона теперь пора бы поработать над личным зачетом и смотрите очень очень неплохо дыма яй 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 какое заугливание ну не знаю ух ты суди как ух ты суди как ноль за такой заезд заугливание даже выравнивания толком не было Джонатан Кастро первый заезд ну ух ты удивительно смотрится этот трек это ракурса и GT86 и Джонатан Кастро его первый квалификационный заезд ай-яй-яй-яй выход за пределы трассы жесткий андерстир но естественно здесь никакими очками уже не пахнет это ноль он разделяет единственную позицию с Трэвисом Ридером но у них есть вторая попытка где им нужно уже поднапрячься Джефф Джонс и его первый квалификационный заезд ух ты а неплохо а неплохо сразу на постановке подтормажут себя левой ногой Джефф Джонс ну опять подтормажут и поэтому не достает до зоны тач-н-го полностью игнорируют и мне кажется не достал и до внешней зоны два внутренние клипы собраны но балл должен быть невысокий прям совсем невысокий да и вот они очки Джеффа Джонса 74 балла всего немного Казуэта Гуччи очень очень помогло этому пилоту отказ от платформы R35 и то что он пересел на S15 с мотором VR38 хо чувствует чувствует он эту тачку аккуратненько бампером он протягивает внешнюю клиппинзону 2 и вот это целостный красивый заезд по стилю должен быть очень неплохо тридцать шесть восемьдесят восемь баллов опа 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 подбираемся клубу 90 Дин Карнич Керни единственный вайпер в серии и прям на протяжении очень долгих лет и небольшие корректировки но уже ход ход я вижу ход но далеко от зоны но потом все-таки подобрался внешняя зона 2 пройдена тачингау собрано внутренний клип средний проходит и внутренний клип 2 в общем нормально 80 с копейками 83 да именно так и есть по стилю хорошо получается а по траектории там чуть-чуть наказали Пэт Гудин удивляет меня в этом году пересев со своей машины на чужую чувак повалил просто на все деньги посмотрите как пройдена внешняя зона 1 но не достает тачингау зато вторая зона внешняя зона просто он прошкрябывается там почти бампером чужой тачкой айни стыдно как Пэт Гудин но зато красиво 87 баллов стиль красота траектория не очень Кен Гуши такая заплатка там посередине стоит Кен Гуши его первый коллекционный заезд GT86 вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот как приклеили его там к стенке вдоль нее он и проезжает зона тачингау по-моему не достал зато красивый проход в угле под внешней зоной 2 но нормально должно быть 80 плюс как бы не под 90 94 94 ну это интересно Дайширо Йошихара сильно не похожи с Кеном Гуши как по платформе но кстати не по мотору так и по результатам которые они достигают вечно плюс-минус не рядом а Дайширо Йошихара насколько я помню побеждал на этом треке вообще у него связано море историй с этим треком он когда-то получил спонсорскую программу от Lexus и именно здесь на треке развалил их Lexus в хламище после чего сел на S13 и через год выиграл чемпионат дальше Йошихара 91 вот так с первой попытки я вам говорю он знает этот трек Майкл С чемпион да кстати Йошихара один из первых кто появляется среди чемпионов Формулы 3 11-го года Майкл С 13-го и вот посмотрите как чемпионы себя ведут под стенкой в полном газу ай-яй-яй-яй ручник так гадко и так видно это но зато хорошо проходит внешнюю зону 2 ну а этот ручник это просто будет полный облом должен быть 88 да именно ручник наломал все было бы намного лучше без него Мэтт Филд его первый квалификационный заезд еще один корвет на треке они становятся все популярнее и воу-воу-воу карбоновый корветт с хорошим углом по хорошей траектории и есть зона тачин гау агрессивная перекладка под внешнюю зону 2 и здесь уже с торможениями заходим на финиш конечно это срышка на финише она дает если знать ну 92 баллов так клуб 90-х наполняется челси денофа вот этот чувак умеет удивлять ох этот вот это постановка вот это угол и вот это скорость ну и есть ручничок да зона где-то тут торможение вообще-то должно начаться тачинговым по-моему не достает зато просто в невероятном угле проходит внешнюю зону 2 ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну 93 ага все-таки ручник начинается именно в зоне где уже разрешено джастин полок еще один мустанг на треке и еще один мясник на треке тоже пилот который умеет ездить задом наперед в огромном угле и ай-яй-яй и вот это было уже опасно корректировка зона тачинго есть и тоже я смотрю есть определенные наброски джастина полока на то чтобы сделать его мустанг тоже трехколесным 90 баллов пятое место вон гитинг джуниор вообще не знаю что о нем сказать он или выстрелит на все деньги или сейчас в стенку впечатается что-то мне кажется больше стало хрома на машине вон гитина ай-яй-яй-яй вот это корректировки спускается слишком рано с бенкинга зато внешнюю зону похоже он знает как проходить хром дядя ну хром цыганские движения стас рыбин я по тебе скучаю вон гитинг джуниор 86 баллов форест вэнг и его первая квалификационная попытка тоже мистер угол с дымом но нет что-то не в этот раз угол не такой уж большой и дыма не слишком много как-то не похоже на фореста вэнга но траектория неплохая хотя бы и медленно медленно после всех этих отмороженных чуваков форест вэнг выглядит медленно и вот вам результат 85 баллов всего пиотаренцек побывав на подиуме дрифт мастерс я так понимаю имеет заряд позитивной энергии на хороший результат ох 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 вот она скорость вот она скорость вот как пятнаха должна рубить и хороший стабильный угол очень красиво что у нас тачинго ну мне кажется он реально ее дотронулся и внешняя зона 2 пройдена клипы ну в общем нормально 90 должен зайти ровно 90 5 место петро венци кэндимэн джеймс дин сокоманник петро венци очень близко они находятся в турнирной таблице и поэтому едут один за одним джеймс машина дин это англоязычный гоча стабильный уверенный одно колесо за пределами трассы нет нет ничего себе я видел тень его машины на внешней клиппинг зоне 2 заход на финиш по всем клиперам бум 95 95 баллов первое место в квалификации крис дефорс форсберг кому нужно напомнить что он трехкратный чемпион формулы дрифт единственный трехкратный чемпион джеймс дин если вытащит в этом году то будет вторым с таким званием но пока есть огромные сомнения в этом зато крис форсберг не придает под форму зи и поэтому особо имеет от меня пару плюсиков в карму неплохой заезд возможно да 91 я только хотел сказать что ранние 90 окей райн тёрк победитель прошлого этапа на секундочку разваливший в первом этапе тачку и вот какой настрой могу и то и то ай-яй-яй-яй сколько левой ноги сколько левой ноги на тормозе но зато это позволяет ему не отпускать газ правой ногой не достает до тачинго вау очень близко внешняя зона 2 и куча дыма из-под колес тут же изишной 92 балла 92 балла все правильно он делает Оди Бакчис недавно все еще лидирующий в чемпионате подвинул его никто иной как Фредерик Азба но пока Оди Бакчис буквально на несколько баллов отстает от лидера и поэтому можно подтянуть ого это почти кисдевал был на этом ходу это конечно страшная тема вау как близко к зоне 2 внутренний клип пройден неуверенная перекладка на внутренний клип 2 но не знаю 91 я бы может быть 89 бы поставил что-то вот местами неуверенно Бакчи смотрелся Фредерик Азбу он лидирует сейчас в чемпионате и тоже знает этот трек не понаслышке но как-то медленно мне кажется как для Азбу есть зона Touch and Go неплохо пройдена внешняя клипинг зона 2 внутренний клип пройденный ё-моё один поворот до финиша Азба прекращает состояние заноса это ноль это ноль и это Азбу не останавливается просто так это техническая проблема и если что-то с мотором то у попадаки с рейсинг реально есть час максимум а то и меньше если никто не развалится чтобы поменять тут что-то что нужно ехать для того чтобы ехать дальше и тем временем мы начинаем квалификацию сначала с самого низкого пилота по результатам в чемпионате в настоящий момент и он нам показывает почему это происходит Остин Микс два колеса за пределами трассы и что нам Формула Дрифт по этому поводу говорит наверное ноль да два колеса за пределами трассы ноль в Формуле Дрифт Кевин Лоуренс его второй квалификационный заезд мы видим сейчас слева что Джеймс Дин лидирует в квалификации в настоящий момент и есть ли варианты его победить конечно есть это на то она и вторая попытка что сейчас можно рубить на все деньги Кевин Лоуренс аккуратно дотрагивается до зоны Touch and Go раненько перекладывается ага я вижу след засыпанный очень может быть что это след да это след Фредерика Азба значит таки мотор это был мотор Кевин Лоуренс сори 89 баллов мы на тебя мало внимания обратили но у Папа Даке за рейтинг есть час чтобы заменить мотор жесть жестяная Кайл Моан Кайл Моан Кайл Моан Кайл Моан это ноль Кайл Моан там же не было красных флагов или опять маршал маршал и провтыхали это ноль Дилан Хьюз ну сейчас Дилан Хьюз должен как-то побороться со своей неудачей которые преследуют его все этапы этого года в классе про а он хорош он хорош но слегка рано мне кажется спускается на с внешней клиппинг зоны один но зато проходит остальные зоны неплохо есть внутренний клип 2 и есть финиш от Дилана Хьюза нет это идеальное идеальное повторение своего первого заезда в 89 так и остается не попадает в клуб 90 Дилан Хьюз зато Федерико Шерифо что ж за то сомневаюсь что он зайдет в клуб 90 на Феррари и знаете тут я задумался а вот что же надо показать такого дикого шерифа на Феррари чтобы его пустили в клуб 90 он 2 года зарабатывает себе эту вялую репутацию и неплохой в общем-то заезд и 82 всего лишь 82 за него Тейлор Халл Тейлор Халл еще один Кадиллак на треке и этот Кадиллак я надеюсь получит еще один результат в отличие от его собрата Остина Микса хорошо по внешней траектории проходит но не хватает скорости ай есть контакт обновили Кадиллак что это сзади летит какой-то парашют а это наверное он с собой хапанул баннер но это результативный заезд 77 но он не улучшает свой результат Дэн Баркет Супра А80 тоже единственная в списке участников класса про Формулы Дрифт сезона 2019 как же он заигрывается углом очень некрасиво это смотрится два колеса за пределами трассы воу зато вторая внешняя клипин зона пройдена так пройдена но боюсь что сейчас будет ноль и нет 82 полтора колеса за пределами трассы ну-ну Мэтт Коффман его второй квалификационный заезд с мотором от Форда не часто такое встретишь в АС-13 и дотрагивается ли он до зоны Touch and Go это вопрос но вторая внешняя клипин зона я смотрю прям сильно комфортно для пилотов тормозить на ней в диком угле и потом открываться на внутренний клип 88 на 1 балл улучшает все-таки свой результат Дирк Стратон и корвет заряженный лингельфельтером постановка и ай-яй-яй-яй теряет состояние заноса и даже это не жопа морда а просто мордой в бетон ситуация как бы с одной стороны для Дирка Стратона неприятная но очень приятная для попадания с рейсинг у них есть дополнительное время на эвакуацию пока эвакуация тачки они меняют мотор Райан Литерал его второй квалификационный заезд и есть постановка есть внешняя клипинг зона нормально давай заэточка вали вали Райан Литерал есть зона тачинго одно колесо слегка за пределами трассы внутренний клип два пройден один внутренний клип два пройден но какой-то угол там был неуверенный девяносто до вас зетка заходит в клуб девяностых красавчик Райан Литерал в этой своей шапочке очень странный дизайн я нахожу странным этот дизайн у тренажки Тревиса Ридера она как-то мне напоминает что-то из нее этим дизайном сделали вайпер ощущение что у нее два колеса за пределами трассы да можем продолжать рассуждать это ноль о этом дизайне вытянув таким дизайном морду тренажки и получив очень странный кузов нет не ноль 85 ай-яй-яй-яй а его как ну и второй ноль бы был действительно большим разочарованием Джонатан Кастро тоже ноль был в первом заезде слышу Джердана там вспоминает но ой какой средней траектории Джонатан Кастро заезжает на зону Тачин Го проезжает внешнюю клиппин зону 2 внутренний клип 1 перекладка внутренний клип 2 и это очень похоже на сейф ран и как бы тут не было 70 с копейками 87 да а по стилю 37 что-то судья по стилю завышает прям сильно завышает это было не слишком уверенным заездом сейчас Джефф Джонс и его второй квалификационный заезд да 370Z конечно ее время сейчас это не 350 350 смотрится попроще красивый дизайн у Джеффа Джонса да и неплохой в общем заезд 86 вот это я называю улучшение по баллам Казуя Казуя Тагучи С15 на ВР38 мощи хватает просто на все что угодно угла не хватает увеличивает угол и вот зажигаются покрышки Ахиллес небольшая корректировка одно колесо за пределами трассы воу вот агрессивная перекладка на внешнюю клипинзону 2 пропускает внутренний клип 1 и пропускает нет не пропускает все таки рано мне кажется выходит с внутреннего клипа 2 вот вам и результат 81 балл всего лишь 81 балл Дин Керни Oracle Lightning Dodge Viper постановка ручником под стенку подстраиваемся давайте ребята не заигрывайтесь с дроном этот ракурс мне больше нравится корректировка корректировка у Дина Керни еле-еле дотрагивается до Чингом но дотрагивается значит правила игры соблюдены и внутренний клип 2 пройден вау стабильность стабильность 83 83 дублирует свой первый результат Пэт Гудин и чувак который лучше раздает на чужой тачке чем на собственной и вы видите ай-яй-яй-яй это был это был Тачин Гол дотрагивается и я видел его тень на бетоне значит очень близко на внешней зоне 2 второй внешний клипер пройдет 91 балл траектория почти без 2 баллов идеальная 28 Кен Гуши и его вторая попытка в квалификации но Гуши хочу больше энергетики хочу больше дыма да зато есть хорошая траектория и небольшие корректировки по углу на некрасиво это было но зона Тачин Гол пройдена внешняя зона 2 есть и осталась последняя срыжка с двумя внутренними клиперами которая поддается напору Гуши 94 балла меньше 94 все же остается пока что лучшим результатом со второй позиции после Джеймса Дина дальше Юши Хара Субару Берзи но все та же платформа GT86 на LS моторе с Твин Турбо очень жестко воу-воу как он проезжает по самой кромке линей ну-ну-ну заигрался зумом оператор и ну это было что-то а вот Юши Хара улучшает 94 и разделяет вторую позицию с Кеном Гуши Майкл Эсса ну воу хорошо выстреливает под внешнюю клиппинг зону 1 заканчивает первый сектор продолжает второй и таким образом проехав под внешкой первый сектор хорошо на втором можно получить небольшое по очкам небольшую пенализацию и есть прохождение финального задания 93 очень неплохой результат в первую пятерку раздвигает локтями Майкл Эсса и забирается туда Мэтт Филд да именно так Джаред да Falcon Tires Borla Exhaust Corvette очень широко едет по внешней бэнкинга по внешней зоне 2 агрессивная перекладка ой какая некрасивая это была корректировка в виде understeer 90 вот за это наверное и получил но не по стилю Челси Денофа я точно знаю что Денофа может впечатлить внешка пройдена блин как близко к бетону большой угол на Touch and Go его выносит на куда-то там на наружку что-то он намудрил ой траектория прям странная странная но но при этом 93 но окей кстати не первый пилот обратите внимание который дублирует свои баллы за первую квалификацию и Джастин Поллок у меня вот Мустанг Мустанг на треке ассоциируется с чем-то ярким сейчас будет происходить что Джастин Поллок что Ван Гиттин что Челси Денофа это всегда взрыв эмоций ну этот заезд какой-то прям сильно правильный как для Джастин Поллока Гайде прошкребаться по стене по всей длине но зато 93 93 там в клубе 90-х становится тесно Ван Гиттин Джуниор его попытка чуть уменьшает угол добавляет его тут же и блин ну хром ну блин хром ну куда этот хром не достает до Тачин Гоу но зато внешняя зона 2 собрана полностью слишком крупные вот слишком крупные ракурсы они хороши 86 опять дубль дублика дублирует свои дублика от первого результата очень хорошие ракурсы как для трансляции но для того чтобы судить насколько по траектории игра идет и есть ли вопросы есть ли ну угол хорошо видно но общий стиль заигрываются с зумом операторы Форест Вэн двойная такая ступенчатая ну не ступенчатое распоряжение углом в районе внешней зоны 2 у Мэтта Филда Фореста Венга боже почему 85 опять 85 85 дублирует Петр Винцик продублирует ли он свой заезд а ему надо улучшать ой ему надо улучшать так хорошо угол угол есть скорость есть небольшие качания есть но спускается с бэнкинга гоу как он тачан гоу проскочил и есть внешняя клиппинг зона 2 и есть 2 внутренних клипера 98 получив только по углу и по стилю по баллу снижения и это серьезная заявка Джеймсу Дину который известен своим умением делать всегда результат чуть-чуть лучше чем лидер ну хорошо он проходит под стенгой есть легкое торможение есть зона тачан гоу как он загружается ай-яй-яй-яй заигрался заигрался и это критическая потеря и это может быть приравнено к кончейсбл рану как бы это ни был ноль 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 но ярко Райан Сейдж говорит ярко смотреть это и весело Крис Форсберг нам осталось всего лишь несколько пилотов узнать успеет Фредри Казбо выехать на вторую квалификацию или нет Крис Форсберг его второй квалификационный заезд хорошо собирает внешнюю клиппин зону один спускается с бенкинга на тачанго не достает его зато агрессивно перекладывается на внешнюю зону два внутренний клип один собран перекладка внутренний клип два вялый угол на нем но финиш р-90 ну не дубль но лучше бы дублировал Райан Терк 92 за первые соезды поэтому мы его не видим в первой пятерке и тоже надо бы улучшить потому что чем хуже результат тем раньше встретишься с другими топами но как показывает прошлый этап где выиграл Райан Терк его это не пугает вот это было прохождение внешней зоны 2 просто от начала до конца тень была на заборе 94 таки улучшает и таки третье место забирает предпоследний участник квалификации и скоро мы узнаем успел ли Азбо есть раскачка у Одибакчиса и он сейчас как никто другой волнуется за Фредерика Азбо ай как же он дотрагивается до стены выход за пределы трассы и похоже это будет ноль но теперь это было интересно посмотреть ноль но клуб 90 все же покорился ему Фредерика Азбо на треке они поменяли мотор вот это да ну и что же сейчас сейф ран или или на все деньги нет это сейф ран это сейф ран что то что они последнее издыхание старого мотора или все же это новый мотор не обкатанный но угол хороший перекладка есть он финиширует есть результаты так как у нас не полный топ 32 значит он все таки найдет свое место в этой сетке 88 баллов ну в общем средний результат для Фредерика Азбо очень средний вот что будет твориться у нас в сетке в парных и это был Александр Гриня-Гринчук короткая версия квалификации пятого этапа формулы дрив поставьте лайк оформите подписку и конечно подключайтесь к моей короткой версии завтра мы разберем что же произойдет в парных заездах на этой непростой трассе до следующего видео буквально до завтра пока-пока